В истории Османской империи встречается упоминание об одном человеке – мужчине, который смог вскоре подняться по карьерной лестнице из-за рабов в личные слуги. Этот мужчина прислуживал самой Херем-Султан, и, что удивительно, он не был евнухом, но все же напрямую мог контактировать и с самой султаншей, и с ее дочерью Мехримах. Кем же был этот мужчина? Во время правления Османской династии обычным делом были набеги, во время которых татары угоняли в полон много людей и продавали потом на невольничных рынках Стамбула. А поскольку земли Речи Посполитой граничились с территорией Османского государства, то много пленников были именно оттуда. Хасан Ага был еще совсем юным, когда во время одного из набегов его пленили татары. Вопреки распространенной практике кастрировать всех мальчиков определенного возраста, часть пленников продавалась просто как обычные рабы. Вот так мальчик попал в рабство. Настоящее его имя неизвестно, можно лишь точно сказать, что он был земляком знаменитой Хасики, Херем-Султан. После принятия ислама его нарекли Хасаном. Сразу поняв, что будучи обычным рабом, ему ничего не удастся добиться в жизни, Хасан каким-то образом смог попасть в специальную школу Эндерун, которая находится при дворце Топкапы. Именно там можно было получить соответствующее образование, а после окончания этой школы выпускник мог претендовать на должность конюха в конюшнях самого султана. Да, конюшнях звучит как-то не очень солидно, но это был шанс добиться большего. В истории уже были примеры того, как выходец из этой школы добился власти, оставив свой след в истории. Это был Рустем Паша, муж Михримах. Рустем также закончил школу, был сначала султанским конюхом, а после этого ему оказали честь, отдав жены дочь султана и сделав визирем. Так и Хасан Ага, отучивший в школе в 16 лет, смог завоевать доверие самого Сулеймана, великолепного, и получить задание отправиться в Польшу, где скрывались бунтующие мятежники. После этого Хасан Ага не раз выступал послом между Османской империей и Речью Посполитой. Прибыв в Польшу Сигизмунду II с поздравлениями о восшествии его на престол, Хасан привез королю послание от Хюрем Султан и от Михримах Султан. В первом письме Хюрем весьма лестно отзывалась о своем после, называя его человеком, достойным всяческого доверия. Дочь султанши почти в тех же фразах писала Сигизмунду, что Хасан Ага был самым верным и преданным слугой ее матери, и потому королю следует доверять этому человеку. Эти письма сохранились до нашего времени и не составит труда отыскать подтверждение такой личной переписки между Польшей и Османской империей. Позднее Хасан Ага служил посредником между этими двумя державами в период заключения мирного соглашения. Михримах так уважала этого человека за то, что он был одним из самых верных слуг ее матери, что даже назвала его Беем. Такое обращение к бывшему рабу было весьма необычно, что еще раз подчеркивало уникальность Хасан Аги. В дальнейшем Хасан много раз бывал в Польше, способствуя налаживанию отношений между государствами. В обязанности Хасан Аги входило быть своеобразным курьером для своевременного доставления чрезвычайно важных посланий. Благодаря этому человеку Шихзаде Селим вовремя получил известие о смерти своего отца, султана Сулеймана, находясь в провинции Китахи. Селим мог и не успеть заявить свои права на трон. По традиции османов, именно тот Шихзаде, который первый пребывал в столицу после смерти предыдущего султана и становился следующим правителем. В самой ближайшей провинции в Стамбуле, куда султанские наследники ездили получать опыт в управление османской державы, была Маниса. Именно тот Шихзаде, который был там, наместником получал больше всего шансов успеть первым прибыть в столицу. Но благодаря стараниям Хасана Аги, который всего за неделю смог доставить Селиму радостную или скорбную новость, так как умер его отец Селим, и смог стать одиннадцатым султаном Османской империи. Хотя по правде сказать, соперников в борьбе за трон у Селима к тому времени не оставалось. Сыновей у Сулеймана было предостаточно, но большая часть из них уже перешла в мир иной к моменту смерти самого Сулеймана. Главным соперником в борьбе за трон для Селима был его брат Боязид. Однако в результате необдуманных действий Боязид впал в немилость у своего отца и бежал в Персию, где его потом и убили. А самый младший брат Селима Джихангир никогда и не претендовал на трон по причине своего слабого здоровья. В истории еще несколько раз упоминается о самом верном слуге султан Шихюрем. Когда Хасики стала валидой, она лично выбрала жену для своего сына. Ее избранницей стала девушка родом из Венец. Она еще была в юном возрасте похищена из родного дома и о своей семье у нее оставались весьма смутные воспоминания. Она была уверена, что имеет благородные корни и происходит из аристократической семьи Венеции. Это импонировало ее самолюбие. Чтобы сделать приятно своей любимой жене, султан Селим отправляет верного Хасана Агу на родину Нурбану с целью выяснить правду о ее рождении. Приехав в Венецию, Хасан Ага обратился за помощью к дожу Венеции. Как оказалось, никаких благородных предков султанша Нурбану никогда не имела. Ее родителями были простые люди, промышлявшие рыбной ловлей. Но чтобы не портить отношения с Великой Османской империей, власти Венеции придумали ей благородную родословную. Мысль о своих аристократических корнях была очень приятна для Нурбану. В переписке, дошедшей до нашего времени, сохранилось упоминание о том, что эта султанша всячески поддерживала хорошие отношения с Венецией, поскольку считала ее своей родиной. А Хасан Ага во время своего визита получил щедрые дары от дожи Венеции, которые потом привез своим женам. Их у Хасана было три. Первая жена его была главной распорядительницей гаремов Топкапы. Вторую жену Хасану сосватала его первая жена, а вот третью жену Хасан Ага просто пожалел. Женщина осталась без средств существованию, когда ее мужа Пашу приговорили к смерти султан. Хасан имел доброе сердце и взял ее третьей женой в свой гарем. В целом этот человек был весьма любвеобильным, и каждой встречной женщине признавался любви. Во время своих командировок он увивался вокруг каждой красивой девушки, осыпая ее комплиментами и подарками. Такое отношение европейским женщинам было крайне непривычным. Вот и получалось, что часто они вступали в интимные отношения. Еще одно упоминание о Хасане встречается через несколько лет после овошествия Селима на престол. Селим правил недолго, всего 8 лет. Именно Хасан Ага сообщил сыну Нурбану и Селима Мураду о смерти отца, и таким образом он помог ему первым прибыть в Стамбул, чтобы занять по праву принадлежащее ему место. История этого мужчины – это необычный пример того, что в Османской империи могли сделать карьеру не только евнухи, но и обычные мужчины, попавшие в плен и не потерявшие при этом свое мужское достоинство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok